Этот год для отделений социальной защиты населения Котласа и Котласского района особый. В марте два учреждения слились в одно и переехали в новое помещение на Ленина-16. В апреле в структуре учреждения появилась новая – клиентская служба. Она будет вести прием льготополучателей каждый будний день. До этого жители города принимали три дня с понедельника по среду, людей из Котласского района с понедельника по четверг. Кроме того, клиентская служба позволит посетителям оформить меры соцподдержки у одного специалиста, не просиживая в очередях в разные кабинеты. В нашей службе насчитывается около 55 тысяч получателей. Это говорит о том, что большая часть населения города Котласа – социально зависимые граждане. Поэтому потребность в приеме граждан растет быстрыми темпами. Для этого в отделении социальной защиты населения по Котласскому району создана клиентская служба. Это новый метод работы, так называемый режим одного окна. В просторном кабинете работают шесть специалистов клиентской службы. Они ведут прием граждан по всем вопросам, касающимся начислений, выплат субсидий, компенсаций и других мер социальной поддержки. Обращений много. Сегодня утром среди посетителей были инвалиды второй и третий групп, которые пришли узнать, почему в квитанциях за ЖКУ исчезла строка по льготам. Не стихает ажиотаж и среди претендентов на компенсацию расходов по уплате взносов на капитальный ремонт жилья. Людей много. Здесь особенно пожилые приходят с палочками всякие, знаете, инвалиды. Вот видите, как у них там неудобно сидеть. Не хватает сидений. Сидений на самом деле хватает. Стулья есть как перед входом в клиентскую службу, так и внутри кабинета. Но вместо того, чтобы воспользоваться предложенными удобствами, многие предпочитают стоять у дверей. Просто нужно дать людям время привыкнуть к новшеству, говорят специалисты клиентской службы. На новый режим работы они перешли только 4 апреля. Отныне график приема посетителей следующий с понедельника по пятницу включительно с 8.45 до 16.45. Перерыв на обед с пол первого до пол второго. Напомним, новый адрес отделения соцзащиты населения Ленина, 16.